Алло, ты тут? Да, я тут. Какие будут вопросы? Слушай, я вот в танчики играю, что ты об этом думаешь? А что мне думать? Всякая игра — это отличное времяпрепровождение, если не злоупотреблять ею и в целом не забивать на повседневную жизнь. Если тебя интересуют танки именно с исторической точки зрения, то тоже хорошо. Вообще, я не вижу в увлечении танкистов чем-то плохим. Не понял, блядь. Алло, звонок пропал. Ты здесь? Нет, Дима? Да все в порядке. Интернет у меня не самый стабильный, поэтому соединение постоянно прерывается. Извини. Слушай, Дим, танки — это все-таки... Что лучше вообще, танки или вартанды? Как я уже говорил, любое увлечение хорошо, если оно не превращается в зависимость. Что лучше решать тебе? На вкус, на цвет, как говорится, товарищей нет или как-то так. А вообще, танки — более прикольная игра была. Мне больше нравились гайды от «Джоуф» на тему того, как прокачивать технику и какую технику лучше выбрать. Хотя в последнее время интерес к ней сильно утихомирился, но периодически снова просыпается. Абартандых ты играл, Дмитрий? Абсолютли. Это одна из тех игр, которая на некоторое время может поглотить все твое внимание, чтобы потом, спустя пару часов игры, ты уже не знал, сколько времени прошло с момента, как ты включил компьютер. Я тебя понял. Ну а если я вообще играю только в танчики и больше ничего не делаю, и деньги все трачу на танчики? Нет. Если ты все свое время и все свои деньги отдаешь на игру в танчики, то это уже перебор. Это больше поход на зависимость. Нужно держать все в умеренных пределах. Я хочу отдать все деньги разработчикам танков. Все до единой копейки. Не надо. Этого делать точно не нужно. Нужно как минимум оставлять деньги себе, чтобы заплатить за еду, квартиру и вещи первой необходимости, а после уже можно разоряться на игры. Разрабы в любом случае денег не лишены. А разработчики танка вообще нормальны или нет? Ну, если сравнивать текущих разработчиков с теми, что были во времена, когда я только начинал пробовать танки, то они куда лучше. Они хотя бы сейчас зашевелились, чтобы сделать игру лучше. Да, они и ошибки совершают. Но в целом они нормально и ответственно относятся к своей работе. По крайней мере сейчас. Дима, мне кажется, ты врешь, очень нагло врешь. Так, с чего ты это взял? Как я могу нагло врать, если я сам увлекаюсь этой игрой периодически и как-то следил за ее судьбой вот уже много лет? Да, в последнее время я от нее оторвался, ибо другие дела появились. Но все же. Я знаю, тебе разработчики дали денег, чтобы ты их хвалил. Абсолютно нет. Никто мне денег не давал. Да и смысл платить мне денег, если на меня и так каждый в интернете срываются в комментариях, когда я свое мнение высказываю. Я не ищу одобрения. У меня уже довольно давно выработался иммунитет к различного рода хейтерам в интернете. С чего вдруг ты говоришь, что мне дали денег за то, чтобы я их хвалил? У тебя есть какие-то доказательства или конкретные пруфы, которые смогут доказать правдивость этой фразы? Да, они у меня есть. Вот выписка из банка, смотри. А, у тебя глаз нету, вот и иди отсюда. Брат, нету у тебя никакой выписки из банка, и я прекрасно понимаю, что это у тебя просто провокация, чтобы как-то меня уязвить. Так что, я все еще жду пруфов или у тебя их нет? Дим, я соврял, у меня нет пруфов. Извинись. Хорошо, прости уж. Злишь ты меня порядочно, но я понимаю, что ты просто поднимаешь себе эго на том, чтобы добиться от меня хоть какой-то реакции. Это прекрасно. Ладно, ладно, я извиняюсь, извини. Все нормально. Я все равно спокойно отношусь к различного рода провокациям в свой адрес, поэтому особо не злился. Дим, а те, кто играет в танки, это малолетние дебилы или нет? Нет, далеко не все. По себе знаю, что я далеко не малолетний и, надеюсь, не дебил. Хотя, если я себя дебилом считаю, то уже не знаю, что тогда о себе говорить о остолытных. Но, повторюсь, далеко не все играющие в танки малолетние идиоты, есть еще и достаточно нормальные люди с нормальными мыслями. А ты знаешь, что такое Эвил Грани? Это, если не ошибаюсь, довольно-таки популярная у любителей World of Tanks стримерша. У меня есть знакомые, которые ее смотрят, и я знаю, что это за человек. А ты сам как к ней относишься? Так, нормально к ней отношусь. Она довольно милая и веселая девчушка. К стримингу относится ответственно. Единственное, что меня задевает, так это ее акцент. Да, я знаю, что она из Латвии, но все же. Слушай, а ты знаешь, что такое Нейр Ю? Брат, нет, не знаю, о чем это ты. Дай хоть тезисное описание этого Нейр Ю. А знаешь стримеря Левша? Угу. Левша довольно интересный стример, я его периодически смотрю, когда есть время. Не так сильно хейтят его, как Габлача, но все же. А знаешь стримера Корбана? Да, знаю. Он веселый дедуля, я как-то один его стрим смотрел. А сам-то ты какой стример смотришь больше всего? Я смотрю Джова, а ты его знаешь? Классика, конечно. Да и не только его. Я периодически смотрел в свое время All Kills, а сейчас смотрю редко. По той причине, что у меня времени свободного совсем нет. А ты часто смотришь стримы? Дима, я всю жизнь посвятил танкам. Это и моя фраза, да. Я в свое время как-то сильно увлекся их игрой, что забыл, когда последний раз что-то другое поиграл. А сейчас я уже давно отошел от танчиков, хотя иногда меня на них пробивает поиграть. Дима, а давай мы с тобой сыграем в танки на деньги? Вот уж совсем не хочу. Мне и без игр деньги нужны, на жизнь зарабатывать надо. А ты думаешь, что если кто-то в танки или что-то в этом роде играет, то у него всегда деньги в карманах водятся? Но я в танки лучше, чем ты играю. Ты так в этом уверен? Неужели у тебя есть возможность победить меня в танках? О, я готов поспорить на приличную сумму денег, если ты уверен в своей победе. Дима, ты только же сказал, что ты не будешь играть на деньги, а сейчас предлагаешь играть на деньги. Че ты, блять? Ну ты же думаешь, что можешь меня победить, поэтому я предлагаю тебе поставить на кон приличную сумму денег, если у тебя хватит смелости. Или ты уже передумал бросать мне вызов? Давай, хорошо. Играем кто больше надамажит за 10 боев. Ставка полмиллиона долларов. Ого, ты уже готов поставить такие деньги. Ладно, я готов, только надо время на подготовку. К слову, какая у тебя винрейт в танках? У меня процент побед 75, а у тебя? Неудивительно, а у меня где-то 68. Так что ты все еще думаешь, что победишь меня? Ну да, потому что 75 больше, чем 68. А еще у меня больше боев, чем у тебя. Так что я знаю больше тонкости игры и сильных сторон своей техники. Хорошо, ты говори, что знаешь. Тогда расскажи-ка мне, что за танк Ведьмак? Хорошо, это достаточно неплохой премиум танк 9 уровня. Он довольно быстрый, маневренный, но с достаточно сильным бронированием. Он может давать достаточно сильный урон в бою, поражая противников точными и прицельными выстрелами. Ну вообще-то это танк 10 уровня. Ты ошибся, значит ты проиграл. Ну как там с деньгами? Ладно, ладно, я допустил ошибку, но у меня есть еще 9 боев, в которых я тебя обставлю. Ну хорошо, давай следующий бой. Что за танк Паттон? Хорошо, назовем следующий танк. Что насчет французского танка 8 уровня AMX CDC? AMX CDC это кусок дерьма. Ничи подобного. Он достаточно скоростной, хорошо бронированный и обладает сильной пушкой. Если с умом себя вести в бою, то можно хорошо вражину отхаркать. Я в свое время довольно сильно на нем игрался. Дим, вообще-то у него нету брони, исходя из его тактико-технических характеристик. Я снова победил, счет 2-0. Хорошо, назовем еще один танк, который я знаю. К примеру, немецкий тяжелый 10 уровня Е100. Е100 неплохой танчик, я тебя на нем переиграю даже на фугасах. Кстати, как ты относишься к фугасам? Хорошо, если будешь попадать точно в цель. Я отношусь к фугасам положительно, если они работают. В крайнем случае могут быть хорошим средством борьбы с легкими танками. Если прямо точно попасть в цель, так еще и пробить и убить экипаж модули. Расскажи мне, пожалуйста, анекдот про Эвил Грани, стримершу. О, я слышал эту историю от своих друзей. Так вот, однажды Эвил проиграла бой и ее снесла из-за неосторожного действия. Она тогда так разозлилась, что схватилась рукой за свою грудь в районе сердца и сказала, вот, блядь, не могу больше, не могу, ааааа. Это отличный анекдот. А как думаешь, стримерка Эвил Грани вообще нравится эта игра? Или он делает вид, что ей нравится эта игра для того, чтобы стричь деньги с подписчиков? Он делает вид, чтобы стричь деньги. Ну, возможно, он еще действительно любит эту игру, но в большей степени ради денег. А обманывать людей ради денег это нормально? Нет, конечно. Это нельзя считать нормальным. Если человек, так сказать, подает пример молодежи, он должен быть честен со своей аудиторией, а не наживоваться на ее доверии. Ну, а ты вот вообще как думаешь, вот мы с тобой разговариваем. Я, ну, наживаюсь на молодом поколении или все-таки я больше честный? Ну, я вижу, что ты честный и не бегаешь за популярностью. К тому же не преследуешь никаких корыстных целей, в отличие от, скажем, Гоблана, который пытается хайпить на ситуации и нажиться на ней. Ты сам себя критикуешь, что ли? Ну, сама критика это хорошо. Слушай, вот, Нирью, ты говорил, напомню тебе, кто такой Нирью. Нирью это стример по танкам. Че он вообще, он плохой, да? Хороший он или нет, могу сказать точно. У него довольно своеобразное поведение, а потому его далеко не все могут понять нормально. Но я могу сказать, что если не вникать с головой в контент, который он создает, то можно просто наблюдать, как он играет и хихикать пару раз. Ну, то есть он такой больше клоун, да, для детей? Можно сказать. Он делает довольно прикольные моменты на своих стримах, но есть вероятность, что он все это разыгрывает и что он вообще совсем не серьезный человек. А ты серьезный человек? Хм, интересный вопрос, но отвечу сразу, да. Я серьезный человек, который понимает, что с контентом нужно быть аккуратнее и что шутки шутками, но все должно быть в рамках приличия. Но ты не можешь быть серьезным человеком, ведь ты играл в танки, а танки это игра для идиотов. Нет, танки это не только для идиотов, это скорее в основном игра, на которую приходят ради прикольного времяпровождения поиграть, отдохнуть после тяжелого дня, повеселиться с друзьями и так далее. Мне сегодня испортили 20 боев. Что ты об этом думаешь? Хах, да, бывает такое, что испортят сразу много боев подряд. По этому поводу могу сказать, что надо просто не зацикливаться на этом и двигаться дальше. Так сказать, просто игнорить то, как тебе испортили бой и начинать следующий. Я сейчас хочу своих подписчиков развести на деньги. Что ты об этом думаешь? Мне как-то похер, если честно. Я тебе не указываю, что ты должен делать и что не должен. Если тебе так хочется деньги из подписчиков выжать, то вперед делай это. Хорошо, Дим, как думаешь, мои подписчики дорогие, вот сейчас, ну, ближе к Новому году, должны мне 1300 задонатить? Ладно, ну, если ты смог подписчиков убедить задонатить тебе, то вливай деньги в карман и наслаждайся, что ты их таким легким способом надурил. Я их не обманываю. Просто они должны мне денег дать или не должны? Ну вот, если ты смог подписчиков убедить задонатить тебе деньги, то пусть это и сделают, это их дело уже. Просто убедительно, проси их задонатить тебе деньги, а там как-нибудь они и решат, задонатят тебе что-то или не задонатят. А с тобой поделиться потом за такой совет или нет? Нет, конечно, с чего это мне тебе за совет и деньги делиться? Нашел дурака. А что ты думаешь про механику плюс-минус 25 в танках? Могу сказать, что это довольно-таки интересная механика, позволяющая новоприбывшим в игру людям не страдать от того, что им попадаются только противники, превосходящие их в боевом уровне. Хотя, если честно, то и минусов у этой механики приличное количество. Такие, как, к примеру, нестабильность бонусов. Я ухожу в артандер из танков. Все, танки меня заебали. Да что уж там, я тебя прекрасно понимаю. Я уже давно отошел от танчиков, потому что они меня тоже уже заебали. Они сильно тебя за счет заебали, да? Хах, да. Можно сказать так. Изредка только играю в них, да и то не больше четырех боев в день. Мне прямо сейчас уходить из танков, которые меня заебали? Или завтра? Ну, если тебя они уже заебали, то лучше прямо сейчас выходить из них. Зачем себя мучить? А ты стример МВ знаешь? О, знаю, конечно, знаю. Я и на его стримах периодически бываю. Ну и как он тебе? Не знаю, он нормально вроде. Не могу сказать, что я его сильно смотрел. Только периодически, когда у него стримы на интересную для меня тему выходят. Ну вот он сейчас ушел из танков и стримит другие игры. Он правильно поступил? Да, я считаю, что он очень хорошо поступил, потому что на танки ушел достаточно сильный контент. А если он уже начал стримить другие игры, то тем самым он пытается удержать свою аудиторию в качестве. Качество лучше количества, да? О, да, конечно, качество лучше количества. Всегда лучше иметь маленькую аудиторию лояльных подписчиков, чем огромную кучу, которая тебе вообще не особо симпатизирует. Дим, расскажи анекдот про зимнюю сказку. Ха, хорошо. Таких много знаю. Выберу какую-нибудь. Жил-был Дед Мороз и каждый год приносил подарки девочкам и мальчикам. А однажды зимней ночью он внезапно пришел к одному мальчику, постучал ему в окошко и спросил его, Разве ты не спишь еще, мальчик? Нет. Я жду подарок от тебя. Ну вот тебе и подарок, ответил Дед Мороз. Дим, слушай. Да, слушаю, говори. Ладно, Дим, давай вешай трубку, я пошел тогда. Увидимся потом. Ладно, до свидания. Увидимся. А, с подписчиками с моими тоже попрощайся, только нормально, вежливо. Хорошо. Так, слушай, подписчики, пойду от вас отдыхать, у меня дела другие есть. Так что, до свидания, пока. Хорошо, отдохну и снова к вам спирт. Спасибо вам за поддержку и понимание. Всем пока. Все, вот так. Вот так Димон сказал. Вот так он сказал. Ну вот, видите, поговорил, да. Ну а что поделать? Снова к вам спирт. Ой, 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 ой. Спасибо.